Доброе утро, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем наш спецвыпуск эфира, который сегодня посвящен обуви. О чем она говорит? Это мы сегодня развиваем эту тему. Но знаете, что интересное произошло в Челябинске? Срочная новость. Да, у нас мы вынуждены прервать тему. Анастасия Кныш находится на месте событий. Дело в том, что в Челябинском зоопарке сегодня состоится премьера. Новая пара гиббонов привезена в Челябинск и сегодня будет представлена народу. А Настя первой увидит их. Да, мне кажется, Настя вообще в зоопарке ночует. Настя, доброе утро! Рассказывай скорее, что там, как они выглядят. Да, доброе утро, коллеги! Прямо сейчас я действительно нахожусь в Челябинском зоопарке, а именно у вольера с гиббонами и иванскими макаками. Стоит отметить, что у этих животных очень непростая и интересная история. В 2019 году они были изъяты на таможне на границе с Казахстаном. Их перевозила в кошачьи переноски какая-то женщина. В одной переноске было шесть обезьян. Они все были истощены, обезвожены, находились в критическом состоянии. Пока контрабандистку над ней шел в суд, зоологи из Челябинского зоопарка выхаживали малышей, боролись за их жизнь. И вот сейчас критическое состояние миновало, и животные еще и получили прописку в Челябинском зоопарке. Почему это было так сложно сделать и как выхаживали животных, расскажет заведующая отделом хищных животных Наталья Шишкова. Наталья Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находились животные и как их пришлось выхаживать? Да, детеныши действительно находились в очень плохом состоянии. Они были истощены, обезвожены, были очень грязные, потому что были нарушены правила транспортировки. Они перевозились, все шесть особей, в кошачьей переноске размером буквально 60 на 20 сантиметров. И то есть, когда мы открыли эту переноску, на нас смотрели шесть пар глаз с мольбой о помощи и со слезами на глазах. Одна иванская макака, я знаю, что она погибла. Нет, погиб белорукий гибон. Белорукий гибон. Да, самка. Как остальных выхаживали, какие мероприятия проводили реабилитационные? Ну, во-первых, нам нужно было восстановить, конечно, водный баланс в организме этих детенышей, затем нормализовать питание, потому что после отъема от матери их кормили взрослой пищей, что неприемлемо. Поэтому мы перевели их на молочную детскую смесь, безмолочную кашу. И фрукты использовали только в качестве прикорма. Также параллельно проводились различного рода ветеринарные мероприятия. Это прививки, обследования, какие-то исследования. И ежедневно у нас проводилась термометрия и взвешивание. Как они сейчас себя чувствуют, освоились? И как относятся к человеку, раз вы их взяли детенышами? Они, наверное, больше расположены, да, к общению? Да, конечно. Мы их адаптировали именно на человека, потому что мы знали, что они останутся в зоопарке. И так как они потеряли мать, соответственно, им нужен был уход, какое-то тепло. И сотрудники проводили очень много времени с ним. Мы делали им имитацию матери. То есть это какие-то волосатые мягкие игрушки, потому что они были совсем маленькими. И адаптировались, да, они уже полностью обследовали вольер. Они изучили все полки, все канатики. И своими утренними распевками они периодически раздражают своих соседей. Они немного отличаются друг от друга. Это разные виды гиббонов? Да, это семейство гиббоновые, но виды все разные. Здесь есть белорукий гиббон, это самец, чернорукий гиббон, самка и сиаманг. Вообще, насколько здорово, что сейчас в зоопарке появились гиббоны, иванские макаки. То есть раньше же не было этих видов обезьян? Да, раньше, конечно, их не было. И для нас это тоже своего рода опыт какой-то. И очень интересно то, что у нас есть среди гиббоновых, это сиаманг. Сиамангов нет ни в одном российском зоопарке. Но если не считать частную коллекцию Краснодарского сафари-парка, то мы, получается, первые имеем опыт в содержании и в реабилитации сиаманга. Наталья Сергеевна, мы вас с этим поздравляем. И поздравляем, конечно же, гиббонов с официальной пропиской. То есть суд закончился, теперь животные официально уже стали обитателями Челябинского зоопарка. Мы за них рады. И думаем, что каждый посетитель уже сможет оценить в ближайшее время этих замечательных животных. Но стоит отметить, что сейчас зал приматов закрывается на карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Но следите за новостями в соцсетях, на сайте и узнаете, когда можно их прийти посмотреть. Коллеги, передаю вам слово. Настя, спасибо большое. Да, действительно, такие веселые там ребята появились в Челябинском зоопарке. Они счастливые просто. Мы с удовольствием наблюдали за тем, как они там веселятся. Ну вот, совсем скоро и остальные СМИ тоже приедут туда и посмотрят на новых жителей зоопарка. Ну а потом и мы, жители Челябинска и нашей области, тоже смогут посетить. Ну а мы продолжим тему обувную. И сейчас поговорим о том, как можно своими руками обувь создать. Продолжение следует...